Здравствуйте. Мне как молодой девушке тяжело судить о внешней и внутренней политике, о реформах. Однако я как гражданин своей республики хочу высказать свое субъективное мнение. Очень часто в адрес предыдущего правительства мы слышали много критики. Например, всех интересовал вопрос, куда же входят деньги, которые присылает Российская Федерация. Но давайте глянемся вокруг. Мне кажется, ответ очевиден. Я не могу руководствоваться конкретными суммами. Это не в моей компетенции. Однако я могу руководствоваться лишь наглядными фактами. Например, сколько объектов было построено на территории моего города и республики в целом. Скольким людям была оказана финансовая помощь. Оказывалась помощь в медицинской сфере услуг. Однако нам, людям, свойственно быстро забывать хорошее. Особенно тогда, когда это хорошее невыгодно помнить. Я, как представитель молодого поколения, не могу не сказать о проблемах молодежи, которые существуют на сегодняшний момент. Немногие молодые люди, получив образование, могут быть трудоустроены. В связи с этим, часть молодежи выезжает с города. Другая часть вынуждена работать не по профессии. Хотя ей это сделать нелегко. Хочу отметить тот факт, что не проводится регулярная встреча молодежи с представителями власти. Хотя, нам есть что сказать. Часто мы слышим, что наша молодежь портится и неправильно проводит свой досуг. Но поверьте, если бы были рабочие места, то ситуация в стране изменилась бы. Хочется сказать еще об этом моменте. В период предвыборной кампании мы часто слышали громкие фразы и обещания. В связи с этим, хочу обратить внимание на тему пенсионного вопроса, который был так актуален, а по факту уже забыт. Видимо, абхазская пенсия в 500 рублей уже всех устраивает. Также мы слышали о переменах, которые вводят. Прошел год, когда они незаметны и неощутимы. Видимо, Ариша шла о систематических переменах в кабинете министров, а не о переменах, направленных на улучшение качества жизни людей. Спасибо большое. Спасибо.